Рекламно-информационная программа. Продолжается программа «Разворот на бизнес». В студии по-прежнему Светлана Занько и Вадим Шабалин. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Да, добрый день всем, кто только что к нам присоединился. И как замечательно сложилась все-таки наша сегодняшняя программа. Иногда экспромт показывает, что нужно идти именно в том направлении, в котором судьба тебя ведет. Потому что вот тема с внедрением системы Кайдзен и сотрудничеством с японским центром в этом направлении оказалась тесно связанной с нашей второй темой. Это тема семейного бизнеса, которая активно сейчас превращается практически в тренд такой в России. Непосредственно связана на самом деле с этой системой. И потому что японцы, они как раз всячески поддерживают и применяют различные меры стимулирования для стимулирования развития семейного бизнеса и развития династий в рамках одного предприятия. Нескольких династий, сколько угодно династий в рамках одного предприятия. И гости, которые сейчас в нашей студии, они с системой Кайдзен, может быть, не так глубоко, как предыдущие гости знакомы, но знают ее и даже собираются ее изучить. Представим наших гостей. Светлана Ивановна Чешуйна, президент холдинга «Бизнес и право». Добрый день. Владимир Васильевич Попенов и Ольга Ивановна Попенова, учредители компании «Мечта». Добрый день. Добрый день. Добрый день. Значит, мы, конечно же, все равно отталкиваемся от того большого мероприятия, которое проходило 2 октября. Организовано оно было Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Оно было посвящено как раз развитию семейного бизнеса в Российской Федерации. И наши гости сегодняшние там побывали. Мы об этом мероприятии подробно очень расскажем, и потом расскажем про те меры поддержки семейного бизнеса, которые сейчас на самом высоком уровне в государстве обсуждаются. Прежде чем об этом будем говорить, надо познакомить наших слушателей с нашими гостями. А именно, раз вы представитель семейного бизнеса, то расскажите, пожалуйста, о своей семье и о своем бизнесе. И начнем со Светланы Ивановны Чешуйной, холдинг бизнеса «Право». Пожалуйста, Светлана Ивановна. Добрый день. Я хочу представиться. Холдинг бизнеса «Право» у нас работает с 2001 года. И что могу я сказать? Предположение о том, что это будет семейный бизнес, конечно, такой мысли у нас не было. Просто с развитием бизнеса у нас появилось очень много направлений. То есть одно из направлений, конечно, основное – это юридическое. И в связи с развитием направлений у нас появилось то, что необходимо было открыть несколько юридических лиц. И сейчас получилось так, что дочь старшая возглавляет одно юридическое лицо. То есть получается уже правоприемственность, она просто сама по себе наступает. И младшая дочь, она возглавляет другое юридическое лицо. И получается, что здесь уже просто само время ставить все на свои места. А я в свое время занимаюсь развитием новых направлений. И мне очень нравится, что сейчас уделяют такое внимание развитию семейного бизнеса. как-то очень даже, наверное, вовремя. Потому что когда мы были на форуме, мы услышали, как развивается за рубежом. Но это как бы позже, наверное, мы порассмотрим. И мне нравится тем, что семья – это все-таки бизнес устойчивый, потому что мы доверяем друг другу, и мы знаем, что мы движемся к одной цели. То есть у нас и мы не противоречим в основном направлению развития бизнеса. Я считаю, что мне просто повезло, наверное, то, что меня поддерживают дети. Да, какими именно услугами вы занимаетесь, какими направлениями вы занимаетесь? Я хочу сказать, что прежде самое основное, то, что у нас и название было «Бизнес и право». То есть мы создавали юридические услуги в основном для бизнеса. Организация предприятий, закрытие предприятий, бухгалтерское обслуживание, юридическое обслуживание, что сейчас, конечно, очень актуально, то есть чтобы предприятие не содержало отдельную единицу юриста, у нас подходит крупное предприятие на юридическое обслуживание. И у нас очень нашло актуальную такую тему – бесплатные консультации. Это уже идет в основном для физических лиц. И у нас очень все привыкли в среду с трех до пяти наша компания, вот ее юридический отдел, оказывает бесплатные консультации физическим лицам. Это маркетинговый ход такой? Да, это у нас он идет уже на протяжении пяти лет. Мы особо такой рекламы по этому не даем, только на сайте. И сарафанное радио. Да, сарафанное радио, оно всегда хорошо работает. У нас есть, конечно, хорошие уже отзывы, и в основном у нас юридический отдел занимается представительством судья. И банкротство физических лиц тоже также является сейчас основной такой темой у физических лиц. Большое предприятие? Сколько сотрудников? У нас около 30 сотрудников. Не маленькое? Оно не маленькое предприятие, и оно предприятие у нас, почему и холдинг называется, потому что у нас так удобно работать, когда работают отдельные юридические лица по направлению. То есть штат сотрудников в одном юридическом лице и позволяет определять и удобное налогообложение, налоговую систему. Вот у нас такое по юридическим лицам разделение. Диверсификация направлений труда. Давайте представим сейчас компанию «Мечта» Владимир Попенов, Ольга Попенова. Вы чем занимаетесь? Велико ли ваше предприятие? Когда вы основались? Какие были цели? Так. Компания «Мечта» — это поселок Пижанка Кировской области. Основались мы 25 лет назад. В этом году у нас юбилей. И еще один юбилей — 30 лет нашему семейному союзу. Поздравляем. Спасибо. Я хотела только сказать, что до вас еще была основа на предприятии. 65 лет назад какой-то срок, кажется, такой огромный. Нет, 5 лет мы создавали семью, занимались рождением, воспитанием детей, а потом начали заниматься бизнесом. Сколько у вас детей? Двое детей. Четверо внуков. Прекрасно. Это продолжатели наши. Занимаемся мы розничной торговлей. Это продукты питания, стройматериалы. Есть у нас прекрасное кафе, кулинария. Производим замечательную выпечку, как дома делали раньше бабушки. Но основное наше направление — это производство пельменей ручной работы из натурального мяса, без всяких добавок. Тоже основанное на традициях наших бабушек, дедушек. Все в пижанке. Все в пижанке. Как вы вышли на эту идею? Расскажите, пожалуйста, Владимир. Вот сейчас Ольга сказала, 5 лет строили семью, потом решили построить семейный бизнес. Как возникла эта идея? Кто был инициатором? Ну, инициатором, наверное, как-то были мы всегда вместе, идеи обсуждали. И приняли какое-то совместное решение идти в бизнес. Нужно было реализовывать свои силы, возможности, знания, опыт. И мы такое однозначное решение приняли и прямо так в него утонули. С чего начинали? Начинали с самого простого, в 93-м году. Это была у нас торговля, розничная торговля. 90-е годы, можно себе представить. Да, одежда. А как вы вышли на пельмени, простите? На продукты питания? На пельмени, да. 14 лет назад мы начали производство нашей продукции, а вышли так. Значит, мы в бизнесе были заняты 24 часа в сутки. Это, наверное, специфика семейного бизнеса, да? Да, да. Дети росли с бабушками, редко нас видели. Ну и как бы нам заниматься особо домашним хозяйством было некогда. А что было покушать, приготовить? Раньше была вермышеля на ком, спасала. Мы помним. Да, я думаю, что помнит то поколение. Ну и пельмени. То есть это очень быстрый продукт при приготовлении, но не изготовлении, а варка. Занимают, ну, после закипания 5 минут. То есть это было вот такое универсальное блюдо. А так как мы родились и выросли в деревне, мы знали вкус настоящих пельменей, а то, что продавалось в магазинах, я не буду называть название. Не надо. Нет, не надо. То есть это было не совсем то, что ожидалось потребителям. То есть это выросло из потребностей семьи, с одной стороны, а другой стороны, из знаний, из традиций, которые в семье уже были заложены. Точно, точно. Понятно. 24 часа, Светлана Ивановна, да? У вас точно так же всё происходит. 24 часа и 7 дней в неделю. И 7 дней в неделю. Как вы теперь, расскажите, вовлекали своих детей в свою трудовую деятельность? Две дочери, Светлана Ивановна. Да, две дочери. Вы настойчиво в школе направляли их вот в эту сферу? Я хочу сказать, что при открытии бизнеса я даже не предполагала, что я вот именно вовлеку в бизнес своих детей. Просто сложились так обстоятельства, и дети выросли просто у меня на фирме, можно сказать. Моё было желание обязательно дать юридическое образование. Юридическое образование всегда являлось для меня просто это основа. Поэтому, когда они получили юридическое образование и просто начали мне помогать, мне уже, как может быть, бизнесмену, эгоисту, не хотелось отдавать их в другие руки. И я привлекла не только детей, но я даже забрала и племянницу к себе. Поэтому я этим очень горжусь, что они меня поняли. И, конечно, не хватает такого им от меня такой, как говорится, материнской ласки, внимания. Обижаются, конечно, на это. Но что делать? Для меня самое главное, чтобы было благополучие для них тоже. Потому что ты несёшь ответственность. Ведь доход, он единый. И я просто как бы вовлекла их, и да, за это я несу очень огромную ответственность. Владимир, Ольга, ваши дети стали продолжателями вашего бизнеса или им только предстоит? Нет, конечно же, стали. И также и дети наши с самого начала, с самого рождения, можно сказать, что были с нами, смотрели на нашу работу и участвовали в процессе. Сын больше занимается сейчас транспортной деятельностью, это ему по душе. А у нас большой автопарк, мы с логистикой сами занимаемся. У него большая семья, трое детей. Недавно родился наш мнор. Ещё один внук, я поздравляю. Да, и конечно, и жена у неё также в бизнесе. А дочь, после того, как она закончила институт, значит, стала маркетологом, тоже работала с нами. Сейчас вышла замуж и тоже занимается детьми. Кроме того, конечно, у нас бизнес рос, и мы также подключили ещё семью, это семью двоюродного брата, племянник и племянница. У нас, в принципе, сейчас основные руководители в компании, которые ведут нашу компанию по жизни. Все дети вовлечены или были сопротивления и наоборот не хотелось участвовать? Дети вовлечены, но, конечно, когда они видели, как мы занимались бизнесом, сын сказал, что я не хочу так делать. Не хочу 24 часа. Не хочу 24 часа. Ожидаемо. И поэтому он сказал, что я буду заниматься своим направлением. Мы не были против, конечно. Он сейчас занимается не 24 часа, а иной раз 25 часов в сутки, но сам. Свои шишки, свой опыт. Свои шишки, да-да-да. И это замечательно, нас это радует. Но сейчас как бы мы всё равно находимся вместе, помогаем друг другу, как он нам, так и мы ему, в плане и обучения, и каких-то таких вопросов. Прервемся на полминуты и продолжим разговор с нашими гостями о семейном бизнесе. Расскажем после перерыва, что обсуждалось на форуме, организованном Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Ещё раз добрый день. Разворотный бизнес. Мы обсуждаем семейный бизнес. Наши гости Светлана Ивановна Чешуина, президент холдинга «Бизнес и право», Владимир и Ольга Попеновы, учредители компании «Мечта». Ну, не просто обсуждаем семейный бизнес. Вот сейчас мы познакомились с нашими гостями, коротко изложили историю семей и историю семейного бизнеса. Мы на самом деле говорим об очень серьёзных вещах, потому что было заявлено и на форуме, который организовала Торгово-промышленная палата Российской Федерации, вот только 2 октября он прошёл, что семейный бизнес успешно развивается. Он даёт очень хорошие показатели, и в сравнении с бизнесом, если мы говорим о малом и среднем бизнесе, которые не несут отпечаток семейственности, он работает более эффективно. Кроме того, руководитель Минпромторга Денис Мантуров федерального ведомства рассматривает семейный бизнес как очень серьёзное направление, которое необходимо поддерживать и развивать. И уже сейчас обсуждается налоговые изменения, которые призваны поддержать семейный бизнес. Они ещё не введены, но прорабатываются на очень серьёзном уровне. И поэтому, конечно, стоит об этом говорить, потому что люди, которые и уже вовлечены в семейный бизнес, или только задумываются об этом, должны знать все тонкости юридические, налоговые тонкости, безусловно. Ну и хорошо бы, чтобы они знали опыт тех династий, которые уже на протяжении не одного десятилетия ведут свою работу, безусловно. Так вот, наши гости были на этом форуме, организован ТПП, и сейчас готовы нам рассказать, что там было, какие основные тезисы вы для себя вынесли, что важного вы услышали. Давайте, Светлана Ивановна. Ну, что могу сказать, что форум «Успешная семья, успешная Россия» действительно проводился впервые. И я очень признательна, что действительно уделяю такое внимание на таком высоком уровне. И для меня было важно прослушать площадку, где поделились международным опытом. Там выступали представители, президенты ассоциации вьетнамских бизнесменов. И он очень просто удивил нас тем, что малый и средний бизнес у них хорошо поддерживается, и налог выплачивается 5% от годового дохода. А у нас сколько? У нас достаточно много. Сколько, коллеги? Какой налог мы платим? Ну, различные системы налогообложения. Если упрощенка, это 6% с общего дохода, если это доходы. Но кроме того, с фонда заработной платы компания платит 30%. Да, 50% у нас уходит на налоги. То есть пока малый бизнес вести в Японии, во Вьетнаме выгоднее, чем в России. 5% и 50%. Ну да. Есть чем сравнить. Но он еще поделился тем, что малый бизнес, он получает отсрочку от оплаты налогов. Налоговые работники приходят непосредственно прямо к предпринимателям, оформляют эту отсрочку. Также у них очень проработана работа банков и финансовых учреждений по поддержке. То есть они выдают беспроцентный займ, субсидии и все даже, ну, как бы это предоставляется, такие льготы без залога. И предприниматель имеет, ну, как бы время для того, чтобы развиться и получить, ну, вот он получает такую поддержку. С какими целями вьетнамское государство это делает? Почему не говорят такие? У них в основном действительно малый и средний бизнес, 90% составляет, наверное, ну, не то что, наверное, но семейный бизнес, да. И, конечно, развитие, мы сами понимаем, насколько они далеко шагнули вперед. Основой экономики страны практически получается малый и средний семейный бизнес. И выступил также представитель Италии, то есть они очень гордятся, то есть у них не первое поколение идет уже, уже второе поколение, по-моему. Но, как он сказал, что государство не может поддерживать каждое малое предприятие, да. Но единственное, что если вы хотите развиваться, то цель ваша должна быть жить лучше. То есть он повторил, конечно, это несколько раз, но условия у них также созданы для малого и среднего бизнеса. Ну, в основном также 90% составляет семейный бизнес. Цель ваша должна быть жить лучше. Это практически философия Кайзена, о которой мы говорили в первом часе, правда же, да. И мы как раз с нашими гостями в первом часе говорили о том, что когда эта цель у всех общая, и предприятие рассматривается как семейное такое, да, как организация с семейными признаками, где каждый сотрудник, каждый, от самого низового сотрудника до топ-менеджера, знает, что они работают на общую благую цель. И каждый может внести свою лепту и повлиять на развитие предприятия. Это ли не признаки семейного бизнеса, да, просто другой немножечко форме. А что вы для себя вынесли с этого форума, пожалуйста, Ольга? Так, ну, мы были, значит, на площадке «Семья, бизнес, государство», которую вел Катерин Сергей Николаевич, президент торгово-промышленной палаты, потому что считаем, что все это здорово, зарубежный опыт, красиво, хорошо, но мы пока живем в нашей стране, и нам надо знать наши правовые законы, в каких законах нам придется жить и работать дальше. Поэтому сама дефиниция «семейный бизнес», как сказал Катерин Сергей Николаевич, пока еще не обозначена, придется ее... Нет такого термина даже, да, в законе. Да, что такое, и вот как бы очень важно, что они обратили на это внимание, и сейчас все государственные структуры займутся этим вопросом, и будет понятие в законодательстве, что такое семейный бизнес. Возможно, это подразделится на какие-то категории, потому что семейный бизнес – это понятие такое очень емкое. Ведь есть семейный бизнес, который представляет отнюдь ни средний, ни малый. У нас крупнейшие предприятия есть уже, да, в семейном бизнесе. Точно, точно. И, значит, все, конечно, уходит в историю. То есть раньше, еще в 18 века, купцы абрикосовы – это семейный бизнес, крупнейшая династия, кондитерское производство, из которого вырос концерн «Бабаевский». Вот представляете, откуда идут корни? Мы даже на детской программе эту историю разбирали. Хорошая фамилия абрикосовы была. Да, да, да. Мы так вспомнили свое прошлое, и тоже оказалось, что наши корни тоже далеко-далеко уходят в 18 век, когда мой прадед имел кирпичный завод, льнозавод, занимался предпринимательством. Здесь, на Вятке? Здесь, на Вятке. Но произошла революция. Все мы знаем, что произошло. Раскулачили, да. И семейная династия на некоторое время лет на 80 прервалась. И вот спустя 25 лет назад гены проснулись, видимо, они возродились, и как бы мы начали продолжать дело наших предков. Вы используете как-то эту историю, которую вы обнаружили в своем прошлом, вот в своей деятельности сейчас? Мы же знаем, что очень многие предприятия используют так называемые легенды. Это не значит, что сказка. Легенда – это история самого продукта. Для продвижения своего. Для продвижения. Вот вы используете свою семейную историю? Вот пока нет. Первый раз мы это высказали в эфир с вашей, так сказать, помощью. Да, это классная, так сказать, история, реальная история, потому что вот сестра Владимира забирает факты в архивах, забирает данные. Это все исторические факты. Там есть фотографии, документы. То есть это не просто сказка, это не просто легенда. Это реальность. И это мы... Вы, Владимир, поддерживаете, что это очень важно, знать вот эти связи на протяжении веков, которые продолжаются. И это может в современном мире помочь развитию бизнеса? Да, действительно, я полностью согласен с тем, что семейный бизнес, он самый прогрессирующий, самый лучший по показателям того, что опыт, который в семье создается веками, он передается из рук в руки, передается своим детям. И дальше идет продолжение. Продолжение – это не только там несколько лет, а несколько сотен лет. И вот сейчас, когда мы узнаем историю своих предков, ну, по сути дела, мы действительно только недавно это узнали, прямо нас так это очень воодушевляет. И действительно, вот мы сами уже 25 лет в бизнесе, у нас действительно огромные опыты, у нас есть что передать, что мы сейчас и делаем. Что значит кровная заинтересованность в развитии бизнеса, да? Мотивировать уже практически не приходится, когда действительно с молоком матери впитываются заложенные на предприятии и в семье основы. Посмотрите, какие интересные вы вещи говорите. Значит, с одной стороны, на форуме был приведен опыт Италии, где мы знаем, что семья – это главное, это первое, безусловный, беспрекословный авторитет, там, родители и так далее. Вьетнам, где огромные семьи, большие, населения очень много, да? И действительно занятость вот в работе в какой-то, в семейном бизнесе для государства было очень важно, в том числе с точки зрения становления государства после войны. Всем известный, кровопролитный, страшный вообще, да? Это было очень важно за что-то зацепиться и правильный задать вот как раз тренд для того, чтобы встать с колен и восстановить экономику. В России действительно было прервано, да, на какой-то период времени вот эта история с семейными бизнесами. У нас, конечно, в Советском Союзе поддерживались династии, но они поддерживались значками, грамотами и почетом. Их нельзя было, что тоже очень важно, безусловно, но нельзя было потрогать, нельзя было заложить в основу какой-то собственной деятельности, своих проектов, ты не мог передать свой проект из рук в руки, все принадлежало государству, только по одной простой причине, только почет и уважение, что называется. Сейчас времена другие, и вот этот вот, я не знаю, Вадим, скажи, вот мы с тобой уже второй час практически об этом говорим, у тебя какие рождаются ощущения по поводу вот этого тренда на семейный бизнес, на поддержку семейного бизнеса в России. У меня ощущение, что этот вид бизнеса для малых населенных пунктов может быть очень востребован, потому что наверняка в пижанке процентов 5 населения – это ваши родственники. Если они востребованы в бизнесе, то вы становитесь городообразующим предприятием для пижанки. Я думаю, подобные истории можно и в Санчурске найти, и в Кикнуре, где угодно. Было бы желание, были бы люди типа вас. Вот теперь очень важно, наверное, после перерыва нам будет обсудить, что последует после заявлений высокопоставленных персон, и эти сигналы, которые они подают, к чему могут нас привести. Потому что одно дело – заявить, одно дело – сказать, молодцы, хорошо, давайте, мы вас уважаем. Другое дело – начинать развивать законодательство в этом отношении. И третье дело – не использовать русскую традицию и не перегнуть палку, что называется. Обсудим эти истории после короткого перерыва. Светлана Чешуина, президент холдинга «Бизнес и право», Владимир Попенов, учредитель компании «Мечта» и соучредитель компании «Мечта» Ольга Попенова у нас в гостях. Мы до перерыва говорили о том, что вот эти вот сигналы, которые сейчас государство российское через своих высокопоставленных руководителей дает семейному бизнесу, к чему они могут нас привести, насколько необходимо сейчас совершенствовать законодательство, в какой сфере, прежде всего налогами заниматься или чем-то другим, просветительской, возможно, работой какой-то. Вот в перерыве Светлана Ивановна сказала, что надо не забывать, что ведь это первая волна семейного бизнеса после того, как новое российское государство, собственно говоря, возникло и стало строиться. Да, потому что возникают такие вопросы, когда собственник бизнеса, он бы хотел передать бизнес, но он не передает бизнес. И вот этому была посвящена как раз на форуме тренинг, то есть моя семья, моя команда. И на этом тренинге очень было хорошо разобраны проблемы передачи от собственника правоприемнику. И было подчеркнуто три проблемы, то есть проблема была юридическая, первая психологическая, вторая организационная и третья юридическая. А психологическая проблема – это всегда собственник переживает, как его бизнес, справятся ли дети, то, что он поставил всё на ноги и как это всё пойдёт дальше. То есть он бы передал, но он всё время как бы над этим думает. Организационно он не знает, как это организовать, правильно передачу своего бизнеса. И юридически, то есть также у нас у бизнеса есть что передать, то есть это наследство, это, как говорится, тоже налоги, и юридически оформить всё это. И также у нас рассматривались ещё мотивации, которые должны семья, должна бы вместе быть, то есть как привлечь детей в этот бизнес. И есть несколько мотиваций, то есть есть мотивация такая эффективная, когда дети, они с радостью приходят в корпоративные условия, цели, задачи, им понятны, всё, они готовы работать. А есть такая мотивация, это как долженственно, да, то есть отец говорит, ты должен идти, ну, сын там, да. Должен продолжить нашу традицию, пойти по моим следам, какая там гитара, что за саксофон, никакого IT тебе, ты пойдёшь и будешь там, не знаешь, что делать. Вот эти возражения, да. Есть, конечно, ещё вот рассматривали мотивацию расчёта, то есть он просто делает расчёт, насколько выгодно ему здесь участвовать или выгодно открыть свой, например, бизнес. И четвёртую мотивацию рассматривали неуверенности в себе, то есть вот есть дети, и они вот не уверены, что они за границей своего бизнеса, маминого бизнеса будут чувствовать себя комфортно, лучше вот они останутся здесь. Но в таком случае они малоэффективны, потому что страх ими руководит. Да, да, и поэтому тренинг был очень полезен, то есть прямо недаром Катерин сказал, что нужно ежегодно проводить данный форум, потому что на тренинге мы услышали очень много вопросов, просто был такой тайминг определённый до 18, но было не остановить, просто много вопросов в семейном бизнесе. Вот видите, прежде чем обсуждать законодательство и налоги, нужно обсудить кучу внутренних вопросов, которые касаются прежде всего психологии человека, правда же? Потому что всё, что касается мотивации, касается наших страхов, наших переживаний, наших планов, сомнений в том, что правильно я или неправильно это делаю. Вот тогда поделитесь. Вот судя по словам вашим, Светлана Ивановна, я понимаю, что эти вопросы как возникали, так и возникают в вашей голове постоянно, несмотря на то, что бизнес успешный, дочери успешный, и вы тоже, но они вас не оставляют и тревожат. В вашем случае, Владимир и Ольга, то же самое? Или вы как-то железно стержень держите и не сомневаетесь вообще ни в чём? Ну нет, конечно. Мы детей своих изначально не заставляли идти по нашим стопам, конечно, мечтали об этом, но дали им право выбора. Потому что у каждого человека есть свои наклонности, свои способности, свои какие-то желания, и пока он это не попробует, разубедить его в этом бессмысленно и нецелесообразно. Поэтому вот дочь, хотя училась на маркетолога, она сказала, что маркетологом я работать не буду, это не моё. Но, в принципе, когда начала работать в нашей компании, она сталкивалась с этими вопросами, но немножко в другом ключе. Мы рассказывали, как мы видим это понятие, вот понятие рекламы, представления компании, пиар компании. Это ей показалось более приближенно, интересно, и она с удовольствием этим занималась. Сын, видя, как мы пашем практически круглосуточно, круглогодично, тоже первоначально не изъявлял желания и нас спрашивал, ну откроете вы ещё один магазин, и что дальше? И мы не знали, что ему на это ответить. И на тот момент, когда мы готовы были передать свой бизнес нашим детям, сыну, он сказал, я ваш бизнес не возьму, потому что это было ручное управление. То есть, если мы толкали компанию, делали в ней всю эту рутинную работу, то компания двигалась и развивалась. Если руки опускались или там отвлечение шло на какие-то другие вещи, как бы всё останавливалось. И в таком состоянии компанию передавать своему ребёнку, да это врагу не пожелаешь. Поэтому начинать надо было нам, и вот это мы занялись буквально четыре года назад, систематизировать компанию и делать её управляемой, вот именно легко управляемой, скажем так. В таком виде, какая она у нас сейчас, это у нас еженедельное финансовое планирование, и подводим мы все результаты каждую неделю, в том числе и начисление заработной платы, и отслеживание статистик. Вот в таком состоянии эту компанию можно уже передать детям. Даже в случае, если дети не будут непосредственно участвовать в руководстве компании, а будет наёмный управляющий, они могут сохранить как владельцы бизнеса этот бизнес, потому что он уже работает как система. Как система, точно. Вы это имеете в виду. Точно, да. Это уже следующий шаг развития бизнеса, да? Следующий шаг, совершенно другой. И вот этот вот страх родителя за предприятие действительно передать ребёнку, а сможет ли он выдержать всё напасти, которое обрушится на него со всех сторон, это же страх совершенно понятный и обоснованный. Потому что мы видим и сейчас, когда умирает основатель династии, руководитель, уважаемый человек завода какой-нибудь, парохода и так далее, со всех сторон происходит атака. Ну, кроме того, что внутренние процессы могут быть нарушены, если не выстроены, то ведь внешняя атака на такой лакомый кусочек, хорошо работающий бизнес всегда производится. Это естественные условия нашей жизни, борьба за существование, да кто сильнее. И тут тоже всё время думают, наверное, родители, основатели, да как сделать так, чтобы он не прогнулся, не испугался, не потерялся, а смог существовать в этих условиях. У вас очень серьёзная, я хочу вам сказать, родители, задача, конечно, очень серьёзная. Ну, а насчёт сопротивления детей, наверное, это нормально, потому что вот я буквально на днях позавчера с дочерью своей 12-летней, мы с ней обсуждали будущие стажировки, потому что возраст уже подходит такой, где можно стажироваться, профориентироваться. И мы заполняли анкету в Артек, смотрели, тестировались, вернее, какие смены там и другие лагеря, МГУ, и смотрели и всё прочее. И я так хотела одним глазом подсмотреть, а что она будет, что называется, лайкать, а что дизлайкать, потому что это есть профессия папы, есть профессия мамы, которая втягивает ребёнка вот в открывашку, я ребёнка своего втягиваю в журналистскую работу. Будет она нажимать «да» или «нет»? Вот на начало, она длинная такая была анкета, она всё нажимала «нет». Вот всё не то, что папа и мама, всё другое, я другое. А потом я смотрю, она потихонечку, потихонечку начинает нажимать как раз клавиши, которые говорят о том, уже свидетельствуют о том, что она понимает и воспринимает те навыки, которые мы ей даём, так или иначе всё равно даём в этой жизни. Всё равно это человеческая натура. Сначала сопротивление, сначала отказ, я сам, я другое, а потом, когда приходится работать уже над каким-то объёмом информации, ты начинаешь всё-таки данные, которые родители тебе передали, знания и опыт, использовать. Это длинный процесс. У нас остаётся буквально три минуты с вами, чтобы всё-таки обсудить тему, необходимо ли совершенствовать законодательство в сфере семейного бизнеса, необходимо ли сейчас запускать государство в эту работу, или всё-таки вы с настороженностью к этому относитесь? Светлана Ивановна. Я хочу сказать, что на форуме уже прозвучали предложения о том, что создаётся условие, прорабатывается такой уже, ну как комитет, да, для поддержки семейного бизнеса, даже прозвучали такие условия, что там 100% должны быть вы содержать этот бизнес и дети должны здесь работать. То есть условие уже прорабатывается. Я думаю, что в скором времени мы услышим, и там были предложены льготные займы, то есть также уже как бы по пути мы идём, да. Я хочу сказать, что обязательно необходимо снижение налогов на семейный бизнес. Обязательно. Я очень позитивно воспринимаю эту тему, семейный бизнес, и хорошо, что торгово-промышленная палата подняла этот вопрос, и государство повернулось в эту сторону. То есть самое главное – привлечь внимание, они это сделали, и уверена, что законодательная база и налогообложение будут работать, так сказать, на благо семейного бизнеса. Ну, тут такая история на самом деле, потому что вот сейчас же законодательство внедряется в Госдуму, внесено, да, внесены предложения от правительства уже ввести налогообложение на самозанятых, которым в том числе причисляют некоторые эксперты семейный бизнес, разные его формы. И самозанятые-то не очень, я хочу вам сказать, с радушием воспринимают эту инициативу и очень беспокоятся. Особенно, когда это касается программы налогов, мы знаем, мы иногда начинаем за здравие, заканчивая за упокой. И здесь, возможно, как мне кажется, хорошей было бы гарантии от ошибок, ну, от какого-то их количества, вот именно такие ваши съезды и форумы. И, возможно, в каждом отдельном регионе, пускай на базе торгово-промышленной палаты, активное обсуждение участников семейного бизнеса вот этих инструментов, которые можно было бы внести с последующим уже таким более крупным обсуждением для того, чтобы это не возникало как инициатива сверху и какая-то сухая история, да, написанная людьми, которые, в общем, не втянутые и не работали в этом бизнесе. А шла бы вот эта инициатива снизу? Или какая-то совместная работа такая? Вот, может быть, какие-то гарантии, по крайней мере, это бы обеспечивало? Как думаете? Мы только за. Точно. Ну и флаг вам в руки, пожалуйста, работайте в нашем регионе. Может быть, следующий какой-то... У нас отличная торгово-промышленная палата, мы готовы встречаться. Пока не намечали еще круглый стол? Ну, Николай Михайлович, если предложит, мы не откажемся. Мы зададим ему этот вопрос при ближайшей нашей встрече. Благодарим наших гостей. Светлана Чешуина, президент холдинга «Бизнес и право», Владимир Попенов и Ольга Попенова, учредители компании «Мечта». Я хочу сказать, что, коллеги, у вас и у той, и у другой компании прекрасные сайты. Это очень хорошо. Спасибо. Вы очень современно работаете, поэтому мы понимаем, что это тоже. Это не какой-то маленький провинциальный бизнес. Работаете по стандартам очень серьезным. Ну и вам, Ольга и Владимир, если поедете вы в Японию изучать систему Кайзен, придете к нам и еще раз расскажете. Обязательно. Будете ли вы это внедрять, как вы это внедряете, нам очень интересно. Разворотный бизнес завершен. Владимир Шабалин. До свидания. И Светлана Занько. До свидания. До свидания. До свидания. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok